наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям иногда у нас заходит разговор о том что наши радиослушатели нас говорят о том что необходимо создать еще одну партию еще одну партию на самом деле у нас партий достаточно на мой взгляд достаточно в частности в нью-йорке довольно а о существовании в нью-йорке консервативной партии я узнал по моему если не ошибаюсь от шона хэннити который является членом этой партии так вот предстоящие выборы смогут ли победить консерваторы демократов нью-йорке об этом если можно совершенно это вообще очень любопытная тема потому что вот политика штатах таких как калифорния нью-йорк в большей степени нью-йорк мы привыкли что там кругом демократы и левы но нью-йорке особенно повторяю все таки еще что-то интересное осталось и более того очень часто там можно так в миниатюре рассматривать какие-то процессы ну которые происходят если не во всей стране конечно ни в коем случае америка слишком разнообразная но то что в каких-то крупных городах штатах есть это что может позволять бороться с засильем левой либеральной идеологии это действительно интересно и тут стоит возможно что-то даже и перенимать но прежде чем мы обратимся к нью-йоркской консервативной партии и поговорим об ее участии в ближайших выборах я очень коротко вернусь к нашему прошлому выпуску если вы помните то он был посвящен израилю и во второй части некоторым европейским новостям и там я сказал что вот в норвегии поменялся лидер партии прогресса наиболее такой разумной правой партии сильви лист хёк и на момент прошлой передачи я посетовал что она еще по израильскому про вопросу не высказалась но к счастью все нормально сильви лист хёк не просто объявила об однозначной поддержке израиля она еще написал очень качественную основательную статью где не только свою позицию высказала но еще и атаковала норвежские средства массовой информации за заведомо анти израильские настроения так что ей большое спасибо но и всегда приятно когда человек которым и так хорошо относишься вот еще и в таких важных вопросах себя показывает с лучшей стороны так что да ставим галочку и сильви лист хёк все в порядке пока да но теперь возвращаемся к нью-йорку благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и консервативная партия она конечно же не имеет с одной стороны такое значение все американского это партия штата и когда мы действительно говорим они пора ли создавать партию новую но я продолжаю считать что это не слишком разумно пусть республиканцы нас часто и не очень радует однако партии локальные если угодно они тем не менее могут играть роль и роль немало они могут помогать республиканцам они могут их двигать в нужном направлении оказывая давление через поддержку своих кандидатов через поддержку республиканских кандидатов которые однако же кажется консервативным политиком консервативной партии наиболее интересными и заслуживающими поддержки и консервативная партия нью-йорка это безусловно предмет предмет изучения рассмотрение чего угодно потому что она успешная а в нью-йорке она до недавней поры была 3 по величине штате я имею ввиду после демократов и республиканцев сейчас независимых потеснили но тем не менее они остаются серьезной силой для сравнения партия которая для борьбы с которой они так или иначе создавались но про либеральную партию нью-йорка которая была создана еще сорок четвертом году сейчас как-то не особенно много и говорят что касается партии консервативная она появилась шестьдесят втором и она имела своей целью прежде всего противостоять вот тем либеральным республиканцам которые как казалось полностью капитулировали перед победой либерализма перед новым курсом и которые за время правления эзенхауэра ну никуда не делись а пожалуй еще и во многом как казалось консерваторам наверное разумно казалось укрепились и нью-йорк место такое весьма и весьма своеобразное он стал ну во многом полем битвы между консерваторами и либералами либеральная партия она тоже имела своей целью прежде всего поддержку каких-то кандидатов независимых или демократических с левыми взглядами и целый ряд политиков довольно таки долгое время изо всех сил эти самые политики в независимости от партии старались заполучить поддержку именно либералов прежде всего консерваторы задались целью с этим эту проблему решить и постепенно они стали все набирать вес и что самое интересное хотя конечно же там играли свою роль бизнесмены но что нам важно это то что консервативная партия нью-йорка была до еще раз повторяю экономические проблемы вопросы играли роль очень серьезно но ее социальный консерватизм нацеленный прежде всего на итальянские и ирландские общины по сути своей достаточно консервативная он привел к тому что очень серьезная поддержка у консерваторов была среди рабочих полицейских которые видели в консерваторах в консервативной партии повторяюсь защитников своих интересов так как по мнению вот избирателей не демократы не республиканцы это свою роль не выполнять и таким образом выборы мэра 65 года которые хотя вроде бы мэр всего-навсего ничего особенного но они стали одним из самых важных на самом деле событий в политике 60-х годов и в истории консервативного движения в америке вообще потому что уильям бакли хотя он и проиграл проиграл либеральному республиканцу линцы но в общем и целом стало понятно что между либеральным республиканцем линцием и таким бесцветным демократом эйбом бимом действительно серьезной разницы нет а интересы нью-йоркцев лучше всего защищал бы наверное бак и кстати напомню особенно активно его поддерживали полицейские хотя казалось бы бак ли со своей такой аристократичные манеры поведения и манеры говорить вроде бы не должен был полицейским нравится но что и что есть эффект был и даже несмотря на поражение его постепенно консерваторы стали набирать все больше и больше обороты брат бак ли джеймс победила в начале в конце 60-х на выборах и стала ни много ни мало сенатором и более того он был таким исключительным своего рода представителем республиканской партии потому что в его партийной принадлежности знаете она указывается в скобках было написано не республиканец а консерватор тире республиканец то есть он свои корни что называется не забывал и вот эти вот успех братьев это что бак ли хотя продержался в сенате не так долго проиграл потом мой них она демократом но показалось что и республиканцам надо в общем-то иметь опасаться либералам что консерваторы оказывать на них будут оказывать на них серьезное воздействие и то что все больше и больше политиков крупных стали стараться заполучить поддержку именно консервативной партии нью-йорка самый пожалуй интересный и показательный момент здесь это то что не друг и однозначный противник консервативной партии а именно губернатор рокфеллер который был республиканцем считался воплощением как раз либерального рис по либерального крыла республиканской партии но вот его правая рука это малкал муилсон это был человек с которым как раз консерваторы сотрудничали и у него даже была такая может не очень красивая кричка но тем не менее это задняя дверь консервативной партии в администрацию рокфеллера потому что рокфеллер уилсон на самом деле очень ценил а и хотя конечно же правление губернатора не очень нравилось консервации консервативной партии но все могло быть еще хуже не окажись там уилсон а авторитет уилсона был столь высок что он сменил даже рокфеллера и трудно в это поверить сегодня но вот да человек со связями в консервативной партии было губернатором нью-йорка семидесятые годы не последним сразу говорю но тем не менее это мы с вами делаем такую пометку но даже потом когда воцарился губернатор кома марио кома не путаем то что самое интересное у консервативной партии с ним были ну такие отношения весьма и весьма сложно то есть на тот момент это ожидаемо но сейчас поймете что я имею ввиду под сложными отношениями но как ни странно восьмидесятые годы у консервативной партии были наверно не лучшие эпизоды начиналось все хорошо потому что поддержкой партии заручился рейган и консервативная партия ему немало помогла особенно конечно же восемьдесят четвертом году консервативная партия выпихнула джавеца такого сенатора ветерана тоже воплощение либеральных либеральных республиканцев при помощи элла до мата который очень долго продержался в сенате и пришел туда повторяю как республиканец да но как республиканец сильной поддержкой консервативной партии было давление на других республиканских президентов но вот восьмидесятые считается что период был не самый простое что когда вроде бы все везде побеждали а нью-йорк тем не менее постепенно отдавали все таки демократам и во многом благодаря мэру эду коху или кочу если угодно который став был демократом опять же но некоторых успехов добился чего уж там самые пожалуй бурные события происходили в партии консервативной в годы девяностые это позволит нам перекинуть мостик уже в день сегодняшний потому что две фамилии которые вот сейчас я буду часто упоминать это такое впечатление что мы с вами говорим о политиках сегодняшнего дня и действительно как вы увидите связь очень интересно а дело в том что когда хотя как я сказал конечно же консервативная партия видела в кома своего оппонента но губернатор обладал действительно незаурядным обаянием и он старался тоже как-то поддерживать с ними контакт и даже помню кандидат в мэра от консервативной партии джордж марлин когда встретился с губернатором то потом произнес незабываемую фразу мы с губернатором не согласились во всем кроме одного мы не любим угадайте какая фамилия прозвучала после этого фамилия джулиани а дело в том что так получилось что рудит джулиани он приходил к на пост мэра на самом деле казалось что его не любит вроде бы никто демократы потому что он уже вроде бы не демократ республиканцы потому что они видели в нем виноват не республиканцы консерваторы конечно же потому что они видели в нем а прежде всего того самого либерала, который вот просто может сменить партию, но либералом останется. И более того, Джулиани на самом деле заручился изначально поддержкой совсем не консервативной партии, а партии либеральной. Той самой, которая поддерживала кандидатов левых. И пока он был мэром, то консервативная партия зуба на него точила, считая, что, во-первых, он не идет с ней на контакт, во-вторых, что он недостаточно социально консервативен, но в серьезные конфликты вступать с ним все-таки они не стали, потому что, как говорили оперативники партии, если человек добивается успеха в борьбе с преступностью, это был главный плюс Джулиани, конечно же, то очень трудно его от него избавиться и, наверное, лучше этого не делать. Тем не менее, месть консерваторов Джулиани, она все-таки состоялась, и состоялась она на выборах губернатора в середине 90-х, когда Джулиани, он все-таки поддерживал Коума, представьте себе, и говорил, что Марио Коума это его кандидат, но консерваторы сделали ставку на такого джентльмена, как Джордж Патаки, и, как вы помните, Джордж Патаки в результате и победил. И хотя не сказать, чтобы его губернаторство вызвало однозначный восторг у партии, которая его поддерживала, но тем не менее, это был показатель, что консервативная партия, она эффект имеет. И здесь, да, для экономии времени мы с вами сразу переносимся в наши сегодняшние дни и увидим, что имена те же самые, это Коума и Джулиани, только уже их дети. И что действительно на грядущих выборах консервативная консервативная партия снова роль может сыграть и сыграть роль немалую. Дело в том, что выборы, конечно, еще не скоро, а через год, и мы непременно к этой теме еще вернемся, но почему я сегодня взялся за тему, на прошлой неделе много появилось материалов, что Эндрю Джулиани включается в борьбу, и посмотрим, продержится он или нет. И шансы, на самом деле, у республиканцев вернуть себе губернаторство, я считаю, есть, больше, чем в Калифорнии, но, конечно же, для этого нужна будет работа достаточно слаженная. Дело в том, что от республиканцев, скорее всего, опять, времени еще много, но если мы с вами посмотрим на ситуацию сегодняшнего дня, мы увидим, что республиканцев два достаточно сильных кандидата. Это, как я уже сказал, тот самый Джулиани и Ли Зелдин, конгрессмен. Кто из них окажется сильнее, будем наблюдать. Что касается консервативной партии, пока они, естественно, по старой памяти предпочитают поддерживать Зелдина, и уже Зелдин провел ряд встреч с лидерами консервативной партии Нью-Йорка. Они пока, как я понимаю, остались друг другом довольны, и, видимо, так продвигать его и будут. Что касается Джулиани, мне представляется, что, да, у него шансы тоже хорошие, но все-таки за ним главным образом имя его отца. И, конечно же, кому младшему имя папы помогло так или иначе, поможет ли Джулиани, я не знаю. Мне трудно здесь отдать предпочтение кому-то из этих двух кандидатов, у Зелдина вроде бы более достойный рекорд в Конгрессе, человек достаточно уважаемый. Джулиани больше в бизнесе, как я посмотрю, был задействован, но почему нет? Так что будем наблюдать. Мне представляется, что и Джулиани, и консерваторам имеет смысл тоже сотрудничать, потому что, если станет понятно, что у Джулиани шансов больше, чем у Зелдина, то, конечно же, будет разумно, чтобы советники из консервативной партии, консервативная партия в целом, она ему помощь оказывала, так как выигрывать надо и выигрывать можно. Если посмотреть на выборы мэра, которые уже скоро здесь, я все-таки думаю, республиканцам ничего не светит, к сожалению, потому что там демократов армия довольно мощная, а у республиканцев, ну, кандидаты, жители Нью-Йорка, не знаю, может, они не согласятся, мне ни Матео, ни Слива не представляются уж такими успешными. Консерваторы ставят бывшего полицейского Билла Пепетоне, ну, личность совершенно неизвестная, и, по-моему, консерваторы его ставят, ну, только тоже для того, чтобы какое-то давление оказывать на республиканских кандидатов, а не для того, чтобы Пепетоне реально что-то выиграл. Поэтому с мэром тут вряд ли. С губернатором здесь все достаточно серьезно, и Джулиане следует взять пример Сделдина, повторяю, и контакты налажив. Кто склонит на свою сторону консервативную партию, я не скажу, он сразу же выиграет, но то, что у него будет преимущество, это безусловно. Тем более, на самом деле, когда еще в начале 80-х годов Рейган говорил, что сила консервативной партии и республиканской, которая была так или иначе под ее влиянием, это то, что консервативные идеи, они стали доступны и понятны простым людям, рабочим, и консервативная партия показала, что она партия не какой-то там элиты, а партия рабочих. То же самое должны были, по словам Рейгана, делать и республиканцы, и они это, в общем, делали. Трамп, кстати говоря, я предвижу ваш заочный вопрос, и сразу на него отвечаю, и в 16-м, и в 20-м году консервативная партия Нью-Йорка была однозначно за Трампа, они видели его своим кандидатом, именно потому, что очень во многом, если вы заметите, Трамп, он следовал как раз установкам консервативной партии. Мы помним, он говорил, что партия республиканская, а не консервативная и так далее, но инстинктивно или еще почему-то, Трамп очень много делал того, что консерваторы обозначали с незапамятных времен. Это и культурные войны, и социальный консерватизм, и снижение налогов, все то, о чем консервативная партия Нью-Йорка говорила очень давно. Поэтому, если Зелдин и Джулиани будут себя позиционировать как продолжателей так или иначе Трампа, то автоматически, насколько я понимаю, они так и будут делать, то автоматически им, конечно же, нужно сотрудничать и с консервативной партией, так как Трамп во многом, пусть он того может, и не признает, но тоже во многом создание этой самой консервативной партии Нью-Йорка. Так что ждем, следим за событиями и желаем успеха кандидатам обоим пока. Там ближе к делу посмотрим, кто из них более достоин. А завершая наш этот сегмент, ну, свою часть, я только скажу, что по-прежнему, да, может быть повторюсь, но это, думаю, стоит сделать, что да, идея третьей партии на просторах всей страны, она пока еще спорная, но, как вы видите, третья партия в таких штатах, как Нью-Йорк, она очень может быть полезной, и действительно давить на кандидатов, на партию, одну из двух основных, она может и делает это с успехом. Поэтому консервативные партии Нью-Йорка дальнейших успехов кандидатам, которые с ней связаны, успехов вдвойне, ну, и смотрим, что нам принесет этот год, даже полтора почти, до выборов, следим за ситуацией. Здесь все молка, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Ну, единственное, что я могу сказать, действительно, посмотрим, кто из кандидатов, так сказать, на пост губернатора покажет себя лучше, но у меня есть некие предпочтения. Или, может быть, это в силу того, что, скажем, Лизелдин все-таки более активный, он является членом Конгресса, он чаще выступает, и по телевидению, то есть, о его деятельности, о его позиции я знаю чуть больше, чем о позиции Джулиани. И это, во-первых. Во-вторых, Джулиани, я не знаю, вот в свое время фамилия гремела, он был героем, он был мэром Америки, так называли, но, так сказать, усилиями либеральной прессы и демократов это имя полоскали, как только могли. И я не думаю, что вот такая узнаваемость пойдет на пользу Эндрю Джулиани. Поэтому мне кажется, что Лизелдин все-таки, на мой взгляд, более предпочтили. Давайте попробуем. Я с вами согласен, мне тоже он кажется более подходящим кандидатом, ну а там посмотрим. Видите, мы с вами тоже согласны с консервативной партией. Да. Давайте попробуем принять своем ног. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Иван, скажите, пожалуйста, знаете ли вы что-нибудь о консервативной партии у нас в Иллиной, есть ли у нас какие-нибудь перспективы в этом смысле? К сожалению, нет, я не знаю, может такая партия есть, я о ней не слышал, она, значит, не имеет такой силы. Нью-Йорку, конечно, повезло, ну и штат такой, и раскрученный город, ну и вот то, что там оказался в нужное время, в нужном месте Уильям Бакли, то, что без него, конечно же, партия бы вот такого успеха не имела. Как вам быть, ну вот могу он только посоветовать найти своего Бакли, понимает, звучит не очень как-то совет, учитывая засилие демократов, но, увы, другого выхода я не вижу. Да, я не думаю, что, я честно говоря не слыхал, чтобы у нас была какая-то представлена консервативная партия, я даже не очень уверен, что у нас в республиканской партии, а в нашем штате есть какое-то консервативное крыло, судя по выступлениям, скажем, Кинзингера, или, мы помним, у нас был такой сначала конгрессмен в 10 округе, Марк Кёрк, которого поддерживала в свое время русскоязычная община и которого поддерживала такая сильная организация природоохранной, или как ее назвать, ну, в общем, из движения зеленых, ну, соответственно, он и конгрессменом был таким, хотя по отношению к Израилю, скажем, у него была однозначная позиция, такая твердая довольно, тут у него не отнять, поэтому говорить о консервативной партии в Иллинойсе, я, честно говоря, я не слышал, живя в этом штате, я не слышал. Хорошо, давайте сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся, продолжим. Если будут вопросы, пожалуйста, 847-400-5200. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон, как я уже сказал, 847-400-5200, на тот случай, если у вас возникнут вопросы. Ну, а теперь перейдем к теории, нет, критическая расовая теория, то есть мало того, что оболванивали детей в школах, теперь просто на новую ступень попытались перейти, и, к счастью, к счастью, не все сложили руки, я много видел выступлений родителей, к сожалению, не в нашем штате, в нашем штате это редкое явление, а в других штатах, когда родители, причем не только белые, особенно яркое выступление родительницы афроамериканки, она говорит, вы назовете меня расисткой, посмотрите на меня. То есть, ну и законодатели пытаются этому противостоять, прежде чем мы перейдем к этой теме, давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Иван, о задержке гречства самолета белорусским истребителем, и как это, мне это напоминает задержку Ходорковской, вот самолет тоже вот так же истребители остановили, после чего ЮКОС распилили между собой, и как это отразится на Телеграм? Спасибо. Да, спасибо вам, но мне трудно сказать, что и как. Я, вы помните, в прошлом году редкий случай, когда Даша про Лукашенко что-то хорошее говорил, в связи с тем, что у него не было тогда каких-то этих ковидных безумий, но у меня к нему никаких добрых чувств не было и нет, и то, что там часы один раз показали правильное время, не отменяет того факта, что, конечно же, это однозначно отрицательное явление. В подробности я опускаться не буду, плохо их знаю, но то, что я вижу люди, которых я уважаю, тут уж не обессудьте, спрячусь за ними, они довольно-таки негативно высказываются в эту сторону. И то, что, в принципе, так себя вести нельзя, да, самолет перехватывать, это наводит меня, конечно, на мысль о том, что там что-то действительно нехорошее происходит, и гайки-то закручиваются. Мои любимые североирландцы, что интересно, наиболее активно в британском парламенте выступили против Лукашенко, но они немного знают, что бывает, когда распоясываются террористы, пусть даже террористы государственные. Но опять, не знаю, успеем сегодня или нет эту тему затронуть, если нет, в следующий раз. Вот все эти разговоры о санкциях и попытке грозить пальцем Лукашенко или Путину, ну, пока они пшиком заканчиваются, как мы видим. Так что я думаю, с Лукашенко это все ему срок сойдет, увы. Ну, а теперь можем перейти к теме. Да, совершенно верно, а теперь уже непосредственно... Да, что самое интересное, у нас в русском языке, когда, собственно говоря, появились разговоры про теорию, даже довольно долго ее не могли перевести. Если вы вспомните, я ее называл теория критической расы, это я просто следовал тому варианту перевода, который встречался, был официально принят до определенного момента в нашей прессе. Ну, теперь вот это да, все, критическая расовая теория разобрались, все понятно. Я не буду здесь спускаться, конечно же, в ее прелести. Тут тоже все понятно, что это абсолютно возмутительный момент и по сути своей едва ли не самое российское учение, которое появилось со времен каких-то там примитивное сравнение, но не обессудьте, чего-то там национал-социалистического и европейского. Но здесь, что важно, наследие Трампа мы еще долго будем обсуждать. И там есть, что критиковать, есть, что хвалить. На данный момент, чтобы это самое наследие мы оставили для нормального обсуждения, надо его больше защищать. Я считаю, потому что, чтобы левые его не извратили, не похоронили и не вывели за рамки цивилизованного обсуждения, поэтому я пока останавливаюсь на положительных моментах, хотя, повторяю, отрицательные есть, потому что отобьем это самое наследие четырех лет, будем обсуждать его уже более разумно. Сейчас я считаю важнее акцентироваться на положительных моментах. Один из положительных моментов это то, что Трамп обозначил важность вот этой самой культурной войны, потому что если мы с вами посмотрим, то, что сейчас мы прямо видим, это замечательно, и опять это не новое. Если мы посмотрим на историю консервативного движения, то мы увидим, что периодически возникали какие-то кампании, стихийно, потом организованно, когда политики, интеллектуалы, не люблю это слово, но тем не менее консервативные, grassroots организации, простые люди, хотя тоже не люблю это словосочетание, когда все они вдруг оказывались сплочены против какого-то очередного либерального изыска. Были такие, такое объединение для того, чтобы диктат профсоюзов сократить, чтобы не отменяли закон Тафта-Хартли. Было такое, когда консерваторы противостояли такому разбушевавшемуся феминистскому явлению, как поправка о равных правах, но чем полезно и чем важно вот это вот нынешнее противостояние, что здесь тогда было важно это, я не принижаю значимости тех кампаний. Но сейчас, после того, как Трамп обозначил нам важность культурной войны, стало очевидным, что борьба за образование, за образование консерваторы тоже боролись, но не всегда основательно, зачастую как раз в рамках только штата, как это Рейган делал, а глобального вывода по всей стране не очень получалось. Теперь же мы видим действительно, что есть идея и есть дело и дело разумное, правое, как угодно его называйте, которое объединяет консерваторов. И это дело спасения детских мозгов, душ, если хотите, пусть пафосно прозвучит, но так оно и есть, от заразы. Я уже вам говорил, насколько омерзительна эта критическая расовая теория, и я не буду повторяться. И то, что сейчас и родители, и политики, написано об этом много, стараются предпринимать хоть какие-то усилия, то честь им и хвала, потому что это надо делать. Мы с вами видим, как минимум, два законопроекта, даже нет, три, насколько я уже вижу, которые пока появились в Палате представителей. Это Дэна Бишопа, конгрессмена, Чипа Роя и Бёрджа Солуэнса. При этом, что здесь характерно, Бёрджа Солуэнс, это не только замечательный в прошлом спортсмен, но это еще и чернокожий. И хотя мне больше хотелось достичь того момента, когда никого не будет волновать, цвет кожи, политика, но, к сожалению, на это стоит обращать внимание, что Оуэнс чернокожий, и он считает, что то, что из себя представляет теория критической расы, критическая расовая теория, да, ведь по привычке ее старым вариантом называю, это абсолютно российское явление, которое несет в себе только разрушение и нацелено только на то, чтобы мозги детей разрушать. И если суммировать то, что предлагают в своих законопроектах, в своих мерах, вот эти вот достойнейшие джентльмены, тем более, я напомню, некоторые из этих законопроектов, они будут идти еще как дополнение к тому, что сенатор Коттон предлагает, ну, Коттон, он нацелен более на армию, вы помните его, эту идею, но смысл в том, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в государственных образовательных учреждениях или в государственных институтах насаждалось то, что является расизмом в чистом виде, как бы это ни называлось, то, что разрушает боеспособность армии, потому что если вам в армии рассказывают, что ваша страна плохая, что идеи, которые вы защищаете, плохие, то, в общем-то, воевать с вами уже не надо, понятно, что вы воевать не станете, зачем вам такое защищать, что дети, которым вдалбливается с детства, что их страна плохая, все вокруг них плохо, и кругом расизм, а их цвет кожи это отвратительно, из-за этого все проблемы, но это тоже вырастет какое-то поколение психопатов-невротиков и к тому же легкоуправляемых, кстати говоря. Понятно, что ничего лучшего для того, чтобы страну разрушить изнутри, придумать нельзя, и то, о чем мы тоже с вами говорили, что со временем, конечно же, выработается нормальный подростковый цинизм, и все это будет отторгаться, но это займет время, времени у Америки все-таки нет. как говорил, кажется, Дэниел Лебстер, надо держаться за Конституцию и за наши идеи, чудо может не повториться. Дэниел Лебстер это говорил еще в 19 веке, кстати, сказать. Вот действительно, да, я оптимистичен, но мало ли, таких вещей нельзя допускать. И конгрессмены это делают. Где и что будет дальше сказать, конечно же, сложно, потому что мы прекрасно помним, кто у нас сидит в Конгрессе в большинстве своем, и что с этими инициативами, скорее всего, их будут рубить. Но то, что они есть, это на самом деле уже хороший повод. В Сенате их провести можно будет, ну, не их, по крайней мере, то, что хочет сделать Скоттон. В Палате представителей их можно развивать, дорабатывать, потому что шансы в 22-м году получить большинство, да, все мы помним выборы прошлого года, но тем не менее, шансы на самом деле есть, и республиканцы могут этого добиться. Поэтому такие законы, проекты, они нужны уже сейчас, вне зависимости от того, с каким успехом они будут продвигаться. Тем более, чем более активны конгрессмены, тем больше мы с вами будем видеть активность голосрут организации, да, в русском языке тут даже нет такого понятия, повторять много раз активиста я уж не буду, не обессудьте, вот таких вот организаций, родительских, кого угодно, и, конечно же, то, что губернаторы, прежде всего республиканские, активно протестуют против этой самой теории, против ее преподавания, что законодатели на местах республиканские будут делать все, чтобы поставить на пути этой теории все возможные преграды. В общем, это то самое действительно дело, которое хорошее, и которое должно консерваторов объединить. Победа, когда она будет, я не знаю, когда она будет, и повторяю, полной она не будет точно, к сожалению, ну пусть хоть какая-нибудь, она заслуживает того, чтобы за нее бороться, потому что вот это действительно серьезная проблема, это действительно то, что сегодня консерваторов объединяет. Поэтому я желаю им, нам, на самом деле, всем удачи, и если, да, все-таки здесь я остановлюсь, мне бы хотелось, по крайней мере, несколько слов про последнюю тему сказать, но если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Нет, давайте перейдем к следующей теме, потому что... Да, и уже совсем немного, но это, понимаете, я ее поставил, честно признаюсь, из злорадства. Хотя я прекрасно понимаю, что те люди, с которыми я иногда сталкиваюсь там на разных дебатах или еще где-то нас не слушают, а не думаю, что слушают, но не применуя себе вот в удовольствие это сказать. Напомню, что практически все, что происходит во внешней политике, мы с Сергеем вам прогнозировали в октябре прошлого года, все, что будет делать Байден, если он победит. Не верьте, послушайте. И то, что и с Ближним Востоком, как мы говорили в прошлый раз, и с путинским режимом. То, что для демократов путинский режим никакой не противник, это было понятно, по правлению Обамы, когда перезагрузка и все, что угодно, лишь бы развязать руки. На время правления Трампа Россия стала таким всего лишь политическим футбольным мячом, опять же, но понятно, что в реальности против Путина и против его режима никто из демократов настроен не был. Это надо было, чтобы избавиться от Трампа, который иногда там, ну уж не удержусь, подыгрывал, конечно, демократам, не все его высказывания были разумными. Но даже критики Трампа уже признают, что его позиция была гораздо более твердой по отношению к путинскому режиму, чем то, что всего за несколько месяцев выкинул Байден. Байден уже провел встречу, пусть и по какому-то там, как называется, забыл, по Зуму, не знаю почему, уже собирается встречаться с Путиным и уже, судя по всему, отказывается от санкций в адрес Северного потока. Напомню, что администрация Трампа была очень озабочена, чтобы этот самый Северный поток-2 зарубить, потому что, ну, само по себе дело, которым заправляет бывший восточно-германский шпион, этот Матерс Варенг, коллега нашего клерка ГБшного Путина. Понятно, что это серьезное попадание в зависимости Европы от путинского режима и возможность Путина действительно свою власть экономическую и прочую продвигать. Байден, который в чахлую грудь себя бил, что он придет и Путина победит, делает пока все, чтобы Путин почувствовал свою полную безнаказанность. И если мы с вами вспомним то, что происходило в Америке с местными нефтепроводами, когда сперва сам Байден зарубил один, и уже я вижу много шуток вроде того, что рабочие с нефтепроводов американских учат русский язык и хотят выдавать себя за русских, может тогда Байден даст им работу. То, что была проведена хакерская атака, и хакерская атака произошла из наших краев, вне зависимости от того, была она санкционирована Кремлем, она точно делалась при попустительстве, потому что Путин у нас тут наплодил всякой кибермерзости из разных стран, они тут все ошиваются. Раньше террористы, ну и сейчас террористы ошивались, сейчас кибертеррористы, и в такой ситуации, вот что делает Байден, Байден делает Путину большой подарок и собирается эти самые санкции снять. Конгресс, я думаю, что-нибудь попытается предпринять все-таки, здесь даже и демократы на самом деле могут пойти против Байдена, ну потому что все-таки это уже будет совсем вопиюще. может даже в конечном итоге и сам Байден испугается, хотя вряд ли. Но то, что мы видим, этого следовало ожидать. Никакой осмысленной политики противостояния путинскому режиму у Байдена, конечно же, нет. И все эти ошметки обамовской администрации, которых он вернул к себе, они не знали, что делать с российским режимом тогда, они не знают этого и сейчас. Окружение Трампа знало и делало, и мы видели, что было достаточно спокойно эти четыре года. Сейчас вот все лезет опять наружу. И на фоне всего этого, та самая перезагрузка, которой мы все говорили, да, помните, как у Булгакова, там шизофрения, как и было сказано, здесь перезагрузка, как и было сказано. Смешно здесь то, что пресса леволиберальная, которая любое действие Трампа, связанное с Россией, обязательно истолковывало, как то, что это подарок Путину, это подарок Путину, не, ну это точно подарок Путину, даже если было совсем наоборот, стоически молчит. Потому что, ну вот же, подарок, вперед, разоблачаем, где журналистская целостность и все такое прочее, честность, готовность биться и так далее, не видно. В политика что-то там мелькнуло, ну политика он левого, либеральный такой, но все-таки, да, там бывают более-менее разумные материалы. А может еще где-то. Ну вот так, чтобы на первых полосах, с обвинениями, вот посмотрите, какое безобразие. Нет такого, нет. Отменят и отменят. Даже то, что это прошло там через сайт Аксиус, да, а не напрямую, в общем, тоже такой показатель того, что пресса, она не будет на это реагировать. При этом, да, санкции, эта штука, я вам говорил не раз, достаточно спорная, имеют они эффект или не имеют, другой вопрос. Тут важно обозначить саму готовность Белого дома противостоять кремлевскому режиму. Мы с вами этой готовности не увидели, ожидаемо не увидели, но что есть, то есть. Я повторяюсь, опять же, но мне придет, приходится, мне остается только сказать, что я говорил, и мне даже похвалиться здесь не суждено, ну, потому что это настолько было предсказуемо, что понятно, но вот то, что отечественные либералы, которые ждали, а вот придет Байден и все будет хорошо, то, что они сохраняют стоическое молчание, как я погляжу, и отказываются комментировать происходящее, ну, это вот тоже вам пример того, что нынешние наши либералы российские, к сожалению, ну, мягко говоря, не фонтан. Кстати, по Израилю позиция у многих из них тоже была, мягко говоря, безрадостная, даже при том, что я за ней старался не особенно следить. Вот так вот. Поэтому, да, опять вспоминая любимого Сойла, тяжело быть пессимистом, когда ты прав, не можешь даже обрадоваться. Позлорадствовать можно, тут я даже себе это позволю, обрадоваться нельзя. То, что делает Байден в отношении врагов Америки, будь то Иран, будь то все эти ближневосточные террористы, будь то Путин, ну, это именно то, чего следовало ожидать. Вот так. Если, Сергей, что-то добавить, с удовольствием передам слово. Да, то, что Байден делает в отношении врагов, это понятно, он играет на руку врагам, но самое главное, он играет против Америки. Ведь решение Трампа закрыть Северный поток, я не думаю, что его целью было, так сказать, помочь Украине или, наоборот, противостоять России. Он же объявил себя президентом Соединенных Штатов, и не раз это подчеркиваю. Меня выбрали президентом Соединенных Штатов, а не президентом мира. Закрыв Северный поток, открывались возможности для продажи нашего газа в Европу. И это то, что должен делать президент Америки, то, что делает нынешний ЗИЦ-председатель, закрывая нефтепроводы, открывая нефтепроводы, которые лишают нас возможности торговать газом с Европой. Он делает все, чтобы ослабить нашу страну. Я даже не знаю, хочет ли он помочь Путину или там нагадить Украине, я имею в виду Байдена. Но то, что он пытается нагадить нашей стране, это однозначно. Вот с первого дня, как только он зашел в Белый дом, он подписал этот указ о закрытии нефтепровода, и его дальнейшие действия говорят о том, что все его усилия направлены на разрушение экономики нашей страны. То есть он не является президентом Соединенных Штатов Америки. Во всяком случае, интересы Америки для него стоят на каком-то 108, 110, 257 месте. Иван, огромное спасибо. Как всегда, очень интересно. И до встречи в следующий раз. Да, спасибо. И до встречи через две недели. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...